Отпевание Алексея Навального состоится в церкви иконы Божией Матери Утали Моя Печали в Марьино 1 марта в 14.00. Похороны пройдут на Борисовском кладбище. Это важнейшая информация, которую я хотел вам передать всенепременно, поэтому поставил ее в начало. На самом деле это не просто похороны, это не просто прощания, это последний бой. Последний бой Владимира Путина с Алексеем Навальным. Вот такие похороны строгого режима. Мне кажется, свезли вообще со всей Москвы, со всей России. Я такого количества заграждений просто в жизни не видела. Да, Алексей Навальный уже убит Владимиром Путиным, но борьба Владимира Путина против него не окончена. Владимир Путин убил Алексея Навального по множеству причин, которые я приводил в самом первом ролике об этом. Почему он убил его сейчас, а не раньше или позже, мы тоже недавно узнали. Как раз об этом я рассказывал вчера. Но для того, чтобы план Владимира Путина был завершен, для того, чтобы убийство Алексея Навального прошло так, как Владимир Путин его задумал, нужно, чтобы у этого не было никаких последствий. Уже сейчас российские власти столкнулись с тем, что, конечно, их рассказы самим себе про то, что Алексей Навальный не имеет никакой поддержки, что его все забыли, у него нет никакого влияния, что все это пустые разговоры. Пропагандисты уже неделю, каждый день, каждый день в своих Z-каналах пишут о том, что Алексея Навального все забыли. И пишут они об этом практически каждый день, комментируя каждый вздох, каждый шаг, каждая вообще часть какого-нибудь твита соратников Алексея и Юлии Навальной в частности. Владимир Путин хочет провести спецоперацию. Главная задача этой спецоперации, чтобы прощание с Алексеем Навальным не превратилось в политический жест, политическую манифестацию, в которой и сторонники Алексея Навального, и противники войны, что одно и то же, показали бы, что их немало, что их много, что они не только в очередях за Бориса Надеждина или где-нибудь в интернете в опросах, что вот они провожают Алексея в последний путь. Я, конечно, понимаю, что все рассказы о том, что провожание Алексея Навального, приезд на кладбище или приезд на прощание, не нарушает никаких российских законов, что это абсолютно легальное действие, и, по идее, из-за него ничто не должно грозить. Но я понимаю, что современная Россия работает не так, что в современной России грозит то, что угрожает власти. А, безусловно, чем больше будет людей в этот раз, тем больше угроза это будет для российской власти. В чем эта угроза? Неужели люди пойдут захватывать Кремль? Конечно, нет, не этого боится Путин. Угроза в том, что большое количество людей продемонстрирует, что миф о путинской поддержке, что все поддерживают Владимира Путина, что все хотят этой войны, что все хотят того направления, куда Владимир Путин повергает Россию, вся эта иллюзия, она распадается все больше с каждым новым месяцем. Опросы показывают, что количество людей, поддерживающих войну, снижается. В очередях поставить подпись за Бориса Надеждина мы тоже видим, что запрос колоссальный. В резко взлетевшей популярности Дунцовой, когда она рассматривалась как антивоенный кандидат, тоже обозначилось большое количество проблем для Кремля. Собственно, Владимир Путин боялся, что в какой-то критической для власти момент, во время очередных военных поражений или очередного мятежа, такого, как устроил Пригожин, Алексей Навальный может быть той искрой, которая зажжет народное недовольство, которая побудит элиты развернуться к нему, к Алексею Навальному, потому что он выход из тупиковой ситуации. Именно поэтому Владимир Путин Алексея Навального и убил. Он убил его сейчас, когда у Владимира Путина есть определенные преимущества относительно Владимира Путина июня 2023 во время мятежа Пригожина или относительно Владимира Путина в 2022 году, когда вторжение в соседнюю страну пошло совсем не по плану. Преимущество это заключается в том, что фронт относительно стабильный, возмущений в собственной стране довольно мало лежен и мобилизованных раз за разом каждую субботу выходят на акции, чтобы призвать, собственно, власти к тому, чтобы их мужей вернули домой. Но по большому счету Владимир Путин считает, что сейчас наименее турбулентное для него время, а дальше все будет гораздо сложнее. И после выборов будет гораздо сложнее, потому что придется идти на непопулярные решения, уже нельзя будет удерживать, даже пытаться удерживать курс рубля. Хотя инфляция, которая разгоняется, разгонится еще сильнее. Может быть, будет проведена мобилизация, если Владимир Путин действительно рассчитывает, что российская армия должна идти вперед. В общем, будет все больше и больше поводов для недовольства. И, конечно, Алексей Навальный, который сидит в тюрьме и все равно остается несломленным. И голосом моего поколения, голосом всех людей, которые выступают против политики Владимира Путина, против диктатуры, против того, чтобы уничтожать соседнюю страну, все это для Владимира Путина, как он сам представляет, могло сыграть злую шутку. Но не менее злую шутку с ним может сыграть и манифестация, которая будет демонстрировать, что то, что он пытается внушить большей части населения, не является правдой. Консенсус в отношении общества к Путину и элит к Путину состоит в том, что чего я буду пытаться что-то с этим делать, если все за Путина. Достаточно для разрушения этого мифа лишь нескольких ярких демонстраций, которые покажут, что этот миф выдуман, что он ничем не отличается от мифов в Советском Союзе, которые были сконструированы для того, чтобы показать поддержку вождей, что это пыль, мираж, который может быть за секунду растерт в пыль, что даже несмотря на страх, что несмотря на разобщение, несмотря на невероятные репрессии, люди все равно соберутся и почтут память Навального. Как власть пытается этому препятствовать уже сейчас? Ну, во-первых, власть довольно долгое время не отдавала тело Алексея, пыталась максимально это затянуть. И в тот момент началась большая медийная кампания, где много людей просто высказывались за то, чтобы Владимир Путин отдал тело Алексея Навального. Они пытались, люди во власти, шантажировать мать Алексея, говорить, ну вы же мать, вам же нужно тело, ну проведите похороны тихо, и тогда мы отдадим вам тело Алексея. Ну давайте не будем раздувать из этого скандал и прочее, и прочее. Но мать Алексея показала, что Алексей пошел в нее. Она не пошла на шантаж, она не пошла на все эти условия, которые не одобрил бы и сам Алексей. И она сказала, нет, я буду бороться за тело своего сына. И публично обо всем рассказала. И мы в очередной раз увидели, что эта власть, она может сколько угодно запугивать, но по факту, когда она встречает оппонента, которого не может победить, оппонента, которого не может задавить, оппонента, которого невозможно сломить, тогда она идет на попятную. Собственно, тело отдали. И дальше соратники Алексея вместе с его матерью и женой пытались найти место, где можно попрощаться с Алексеем. И, о чудо, по всей России резко все перестали работать, несмотря на то, что эта сфера, а именно захоронений, похорон, прощаний, она сейчас в России цветет. Если есть какая-то реальная сфера, которая на подъеме, это именно эта сфера ритуальных услуг. Потому что количество трупов России за последние два года стало невероятным. Пачками, штабелями возвращаются убитые солдаты с фронта. Ну, только те тела, которых забирают. И поэтому как раз копателей могил и людей, проводящих все эти услуги, стало сильно-сильно больше. Но о совпадении! Никто из них не готов был работать с Алексеем Навальным и его семьей. Это, конечно, все не случайно. Российские власти будут делать все возможное, чтобы как можно сильнее снизить накал опасности для себя. Они задействуют всех своих скрытых агентов. Все вот эти не все так однозначники, которые годами помогают Владимиру Путину и прикрывают его задницу в самые тяжелые для него моменты. Ну, знаете, эти псевдолибералы, псевдооппозиционеры, которые то помогут систему для фальсификации создать, то будут отмазывать Путина, когда речь идет про военные преступления, то будут рассказывать, что в ФБК работают агенты ФСБ. Вся эта бесконечная прорва дармоедов, которые обеспокоены лишь собственным благополучием. Все они сейчас задействованы Кремлем. Почему? Потому что для Кремля самая важная сейчас битва с Алексеем Навальным и последняя, как представляет ее себе Владимир Путин, которую он хотел бы победить. Поэтому запускаются фейки с нейросетевой мамой Алексея. Фейки, которые были распространены по Z-каналам, по сетке потупчих, где якобы мать Алексея выговаривает Юлии Навальной, что та, значит, как-то плохо себя ведет. Это фейк, вымысел абсолютно. Это видно невооруженным глазом мне, вам и всем остальным. Однако не видно тем, кто не имеет достаточных познаний в этом, кто любит верить на слово, особенно каким-нибудь серьезным ломом, лидером общественного мнения, или тем, кто прикидывается нейтральным. Сейчас задействуют всех. Николая Соболева, Алексея Венедиктова, Ксению Собчак. Часть из них уже вступила в это, как Алексей Венедиктов. Часть только вступит в ближайшие дни или даже часы. Часть постфактуму будет рассказывать, что никто не пришел прощаться с Алексеем и вообще все это были провокации. Потому что для власти даже мертвый Алексей Навальный все еще один из главных противников, когда речь идет о внутренней российской политике. Поэтому я заранее всех вас предупреждаю, будьте готовы к тому потоку дерьма, который будет выливаться на мать Алексея, на жену Алексея, на соратников Алексея. Про них будут говорить, что ой, они врут, они не так сказали и вообще они все переврали. Этого будет очень много. Мы видели это годами, каждый раз при выходе серьезного расследования, при серьезном каком-нибудь заявлении. Вот все эти выползают типа противники Владимира Путина и начинают играть на его стороне. Я не знаю, почему это все еще так же эффективно. Я не знаю, почему люди продолжают верить этим, абсолютно потерявшим любую репутацию персонажам. Но, видимо, действительно самые простые механизмы манипуляции, самые простые механизмы одурманивания работают. И действительно можно раз за разом, раз за разом использовать одного и того же агента, который уже множество раз продемонстрировал, кому он лоялен и чьи интересы он отстаивает. Чтобы вы поняли, как уже сейчас ведется эта работа, я процитирую пост Ивана Жданова, который он рассказал, с чем столкнулась команда Алексея при попытке вообще хотя бы забронировать зал для прощания. «Черти снова вылезли со своими издевательствами над Алексеем, даже когда его уже нет», пишет Иван. «Вы уже знаете, что мы все эти дни искали зал. Изначально мы планировали прощание и похороны на 29 февраля. Просто по ряду причин это был подходящий день. И быстро выяснилось, что к 29 февраля нет ни единого человека, кто мог бы выкопать могилу. Вот к 1 можно и к 28 можно, а на 29 число могила не копается. Реальная причина понятна. В Кремле понимают, что Путин со своим посланием нахрен никому не будет нужен в день прощания с Алексеем. Нам-то на послание все равно, Алексея нужно похоронить. Мы начали быстро искать церковь и зал на 1 марта. Везде нам отказывали что-либо дать. Где-то нам прямо сослались на запрет. Но мы все же нашли большой нормальный зал, хоть и в Новокосино, но сотрудники нам сказали, что он свободен и нужно приехать заключить договор. И все складывалось. 1 марта утром прощание, а потом в 14 часов отпевания в Марьино и в 16 погребение на Борисовском кладбище. Но черти же не успокаиваются. Заключение договора на зал не состоялось и как и в Салихарде снова выдвинули условия тихий семейный похороны с прощанием на Хованском кладбище. Один в один, как шантажировали маму, когда не выдавали тело Алексея. Предложение с Хованским крематорием принес лично Алексей Алексеевич Венедиктов. Ну, чтобы вы четко понимали, кто у Кремля и Собянина на посылках. В общем, зала не будет, сволочи. Дату не дают, зал не дают. Все равно все простятся с Алексеем, пишет Иван Жданов. Отпевание Алексея состоится в церкви иконы Божией Матери утоли моя печали в Марьино 1 марта в 14.00. Приходите заранее, похороны пройдут на Борисовском кладбище, пишет Кира Ярмыш. Власть понимает, что это будет тяжелое для нее испытание, потому что, с одной стороны, нужно максимально запугать людей, чтобы они не пришли. С другой стороны, в день, когда люди пойдут прощаться с Алексеем, нужно либо устраивать какой-то массовый разгон, либо все перекрывать. То есть, в любом случае, это будет демонстрация слабости, в любом случае, это будет демонстрация того, что вся эта риторика властей по поводу того, что, да, и мы не при делах, мы ничего против не имеем, вообще делать что хотите, она выдуманная, ну, то есть, она не настоящая. Мы-то с вами знаем, что она не настоящая. Мы с вами знаем, что Владимир Путин ненавидит Алексея Навального и боялся Алексея Навального и боится до сих пор его как мертвого. Не с эмоциональной точки зрения, когда говорят, что Владимир Путин боится Алексея Навального, все воспринимают, что я не знаю, что вот Путина обвиняют в том, что у него ножки под столом трясутся. Нет, просто Владимир Путин видит, что это для него угроза. Причем угроза достаточно серьезная. Угроза рушения его мифа, что Алексей Навальный это человек, который угрожал его власти и угрожает даже сейчас. Именно поэтому так важно планы Владимира Путина обвалить. Да, я понимаю, что опасность есть, опасности немало. Мы понимаем, что власть очень подло пытается всячески запугивать. Например, тех, кто носил цветы к памятникам жертвам политических репрессий, им выдавали повестки, части из них. Но потом, правда, оказалось, что эти повестки это пугалки, они не настоящие. Один из людей, который выдали такую повестку, пришел в военкомат, а ему скажут, что военкомат выходной, и вообще это просто повестки-пугалки, они не имеют никакой юридической силы. Запугать именно в этом тактика Кремля. Потому что очень сложно будет задержаться, а потом и осудить сотни тысячи человек под каким предлогом, что вы пришли на похороны, да, власть может это сделать, но как власть принимает решение? Она всегда взвешивает, что для нее будет большим ударом, что сильнее ударит по этой власти. Поэтому десятки дел, когда людей будут пытаться судить за то, что они пришли на прощание, для власти менее выгодно, чем это прощание допустить. В конце концов, можно будет потом поработать с общественным мнением, запустить всех этих бесконечных пропагандистов, иногда прямых, иногда кривых, не знаю, попросить Ксению Собчак в какой-нибудь своих новостях сказать, что никто не пришел, и прочее, и прочее. Ведь это тоже все возможно, и власть будет все это делать. Но задача сделать это как можно сложнее. В этом последнем бою Владимира Путина и Алексея Навального нужно, чтобы снова победил Алексей Навальный. Почему снова? Потому что Владимир Путин так и не смог Навального сломать. Он так и не смог сделать его меньшей угрозой. Да, он смог его убить. Любой диктатор может убить любого политического заключенного. Но это не является победой. Это не является демонстрацией силы. Это не является демонстрацией уверенности. Навальный тоже не победил. К сожалению, он не смог достичь той точки, в которую шел. Но он много для этого сделал. Он всю свою жизнь положил на это. Буквально, к сожалению, всю свою жизнь. И нанес очень много ударов Владимиру Путину. Он наносил удары раз за разом. По системе, которая в тысячу раз больше его. По системе, в которой невероятное количество ресурсов. По системе, где против него все, кто только можно. Пропагандисты, силовики, глава Росгвардии, военные, купленные Кремлем типа либералы. Все на свете. Спойлеры в виде Собчак. Все были против него. Но раз за разом он находил, что еще он может сделать. Как еще он может обыграть власть. Придумал умное голосование. Практически дошел до второго тура в мэрских выборах. Просто его соратники под прикрытием или из-за личных амбиций, которые делали вид, что они соратники, в итоге помешали отстаивать голоса, которые были украдены. Ну и много-много чего еще сделал Алексей Навальный. Он всегда был бесстрашен. Проблема была не в нем. Проблема была в нас с вами. Мы не смогли оправдать его доверие. Мы не смогли быть достаточно смелыми. Мы не смогли быть достаточно последовательными. Мы не смогли понять, что черное это черное, а белое это белое. И что борьба идет не добра со злом, а добра с нейтралитетом. Что все эти люди над схваткой, все те, кто считают, что это не их дело. Все те, кто считают, что ну а чего я там буду разбираться. И те вроде хороши, и другие хороши. Политика грязное дело. Все мы, кто не сделал достаточно, все мы не смогли помочь Алексею победить. Не было бы войны, не было бы десятков тысяч смертей. Не было бы всего этого, если бы мы все были как Алексей Навальный. Тем не менее, есть возможность. Есть возможность поблагодарить Алексея. Есть возможность попрощаться с ним. Есть возможность помочь ему победить в последней битве с Путиным. Последнюю битву, которая будет у него. Потому что Алексей, к сожалению, умер. И дальше бороться придется уже нам. И я, как вы понимаете, к сожалению, на этом прощании быть не смогу. Потому что все, где я смогу быть приземлившись в России, это Лефортова. На меня не заведено уголовное дело. У меня есть приговор. 11 лет лишения свободы. И да, конечно, наверное, находясь за рубежом, говорить, приходите прощаться с Алексеем Навальным, понимая, что российские власти в теории, хоть и с малым шансом, но могут начать какой-нибудь беспредел. Кто-то скажет, что это странно. Кто-то скажет, что так делать не надо. Тем не менее, мы все с вами находимся под рисками. Путинские убийцы шерстят по миру, убивая неугодных. И, собственно, пытаясь отрезать доход, в том числе у тех, кто говорит что-либо против российской власти. Поэтому каждый берет свои риски, каждый вносит свою лепту. Я в своей жизни довольно много принял решений, руководствуясь своей совестью и стремясь к честности. Именно поэтому я отрезал для себя огромное количество возможностей комфортной жизни, финансового благополучия, много чего еще. Ну, то есть, вряд ли кто-то сильно удивится, если послезавтра меня где-нибудь пристрелят как раз путинские киллеры. Поэтому многие, да я бы сказал, даже все публичные антипутинские спикеры, они все взяли свою ношу. Поэтому я не считаю, что эти разговоры о том, кто имеет к чему право призывать, кто не имеет, хоть как-то помогают бороться с Путиным. Я думаю, они помогают Путину. Они помогают его риторике. Они помогают разобщать. Они помогают ничего не делать и оправдывать это ничего не делание. Я не призываю вас брать коктейли Молтова и штурмовать Кремль. Я не призываю вас уничтожать полицейских и всиновцев на улицах. Не призываю вас готовить какие-то, я не знаю, убийства пропагандистов и покушения на Владимира Путина. Я призываю вас проститься с Алексеем Навальным, потому что, если вы этого не сделаете, вы потом можете жалеть об этом всю жизнь. Будь у меня такая физическая возможность, я бы, безусловно, это сделал. Независимо от того, какие пугалки будет придумывать Кремль. Потому что это действительно великий человек. Великий человек, которого убил Владимир Путин. Великий человек, который отдал свою жизнь за нас, за нашу с вами страну, за нашу с вами родину. И теперь отдать последние почести этому человеку, это как будто бы не просто возможность, как будто бы это обязанность. Как будто бы это меньшее, что мы можем сделать. Меньшее, что мы можем сделать про Алексея. Вы видите, на моем канале не так много видео про российскую политику, тем более про российскую оппозицию. Я с самого начала войны сосредоточился на военной составляющей, на том, что происходит на поле боя и на том, что влияет на эту войну непосредственно. Это был мой осознанный выбор, потому что трагедия, которая происходит сейчас на войне, когда Россия пытается уничтожить соседнюю страну для меня в приоритете. Но, как вы видите, потеря Алексея Навального для меня стала большим ударом, потому что этот человек для меня невероятно важный. И более того, я действительно считаю, что то, что происходит сейчас и эти похороны, которые пройдут на Борисовском кладбище, это очень важный элемент, в том числе удара по путинской системе, удара по путинскому мифу. Именно поэтому, даже несмотря на то, что зрители моего канала не привыкли к такого рода контенту про внутреннюю российскую кухню, про внутреннюю российскую политику, про то, что там происходит, я все равно делаю про этот ролик, потому что я считаю это очень важным. Я хочу донести до каждого это послание, что отпевание Алексея Навального состоится в церкви иконы Божией Матери Утали Моя Печали в Марье на 1 марта в 14.00. Затем похороны пройдут на Борисовском кладбище. Приходите. Однако учтите, что Владимир Путин подлый человек, и все, кто на него работают, тоже. Поэтому они будут не только обманывать и дезинформировать вас, не только лгать, не только поливать по-моему Алексея, его соратников, его семью, память о нем. Они еще будут активно все запутывать. И, возможно, они еще что-то поменяют. Запретят хоронить на кладбище, скажут, там дезинфекция какая-нибудь. Запретят отпевание в церкви, скажут, там, я не знаю, ядерная бомба туда упала. Поэтому они еще тысячу раз могут все поменять и нагадить. И будут пытаться гадить день за днем, день за днем. Поэтому обязательно посмотрите на официальные каналы, там, команды Навального, Ивана Жданова, Киры Ярмаш, Юлии Навальной, Марии Певчих. Власти России еще много раз могут попытаться все запутать, обмануть и отыграть. Потому что цель Владимира Путина сделать так, чтобы как можно меньше людей смогли проститься с Алексеем Навальным. Потому что это бьет лично по Владимиру Путину и созданному им мифу. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны с информацией.